Телеканал М1 Глобал Трехраундовый поединок в полулегком весе А теперь встречайте участников Внимание на экран Синий угол приглашается Всем привет, меня зовут Сергей Маслов Я из Санкт-Петербурга Представляю команду СечПро Мой рекорд 7-1 Мой соперник Ай Козырян На этой ММА серии 21 Я приехал в Сочи завоевать первый титул в ММА серии Желаю своему сопернику Ай Ку выйти в лучшей форме Потому что это ему понадобится Дамы и господа Сергей Маслов Россия Оглашается на арену Боец у которого есть шанс выиграть титул Пояс победителя организации И, соответственно, если он сегодня выиграет бой Он станет обладателем вот этого первого пояса Его профессиональный рекорд 7 побед 1 поражение Ему 23 года Начал он свою карьеру в 2019 году Четыре победы подряд у него было Затем в поражении от Эдуарда Лазаревича Раздельным решением судей После этого победа над Тимуром Доронином Артемом Колосовым И Владиславом Королевским Были у него и победы нокаутами И техническими нокаутами И решениями судей Особенно в начале его карьеры Но вот последний бой единогласно забрал Очень яркий спортсмен Спортсмен очень интересный С интересной историей Жизни Живет он и тренируется в Санкт-Петербурге Добро пожаловать в клетку Сергей Маслов А в красный угол приглашается Внимание на экран Приветствую всех меня зовут Казарян Айк Я приехал из города Нью-Вест Иваново Представляю клуб Милан Тим Голден Файтер К данному бою я готовился в Москве В клубе Львиное Сердце Мой соперник Сергей Маслов Ничего плохого о нем сказать не могу Хороший ударник, хорошо двигается в стойке Но в бою мы посмотрим, чья стойка лучше Дамы господа Айк Казарян Айк Казарян Айк Казарян В этом году Была у него очень длительная серия побед Из девяти Ну и вот единственное поражение потерпел он В 2019 году От Шарми Гулы Сережу Динова Единогласным решением судей Посмотрим как сегодня сложится для него бой Тем более что Соперник очень заряжен на победу Есть шанс выиграть титул И соответственно Сергей Маслов Будет Что называется Газовать Но Айк Казарян Как он уже сказал Готовился в клубе Львиное Сердце Это очень именитый Спортивный клуб в Москве И вот мы видим Что представители этого клуба Его как раз таки и выводят На Арену Посмотрим как сложится для Айка этот бой Добро пожаловать в клетку Айк Казарян Уважаемая публика я представляю вам участников Соклавной схватки И первым бойца который выйдет на этот поединок Из синего угла Ему 23 года Его рост 66,4 килограмма При росте 175 сантиметров Его профессиональный рекорд 7 побед 3 из которых досрочно при одном поражении Он представляет клуб единоборств Сечпро Город на Неве Санкт-Петербург По прозвищу Джуниор Вот он Сергей Маслов И Через Клетку Напротив Его соперник Который выйдет на поединок из Красного Угла Ему 26 лет Его официальный вес на данный момент 66,2 килограмма При росте 168 сантиметров Его профессиональный рекорд 9 побед 6 из которых Досрочно при одном поражении Он готовился в клубе Львиное сердце Город Москва Но сам он из Иванова Айк Кзарян Ну что ж, все готово к началу. Сергей Маслов в синих перчатках, вернее, в перчатках с синей тейпировкой, а и Казарян в перчатках с красной тейпировкой. Сумеет ли Сергей Маслов завоевать пояс? Первый раунд. Хайкик. Начинается этот поединок с хайкика со стороны Айка Казаряна и пропускает удар справа. Айк Казарян. Сергей Маслов начинает поджимать. Идет вперед, попытался достать левым ударом снизу, но в итоге достал лоу-киком. Промахивается Маслов. Казарян с дистанции действует. Попытка достать сейчас лоу-киком со стороны Маслова. Чуть тяжелее, кажется, Маслов. Ой, пропускает сейчас Казарян удар справа. Маслов снова в центре. Не достает Казарян боковым ударом справа. Подхватывает ногу, попытался перевести. Удается перевести в партер. Тут же закрывает замок Сергей Маслов. Три точных попадания у Маслова. Уже четыре у Казаряна тоже. Ну и что будет делать сейчас Маслов? Мы видим, что рассечение у него образовалось. Ой, серьезный удар справа. От Айка пропускает Сергей Маслов. Пытается Айк сейчас освободить руку. Для того, чтобы нанести удар. Подключает колени. Айк Казарян. Как контролирует позицию Айк. Не дает Сергею Маслову ничего сделать. Маслов пока просто на сдерживание работает. Но рефери на данный момент не решается поднимать бойцов. Подключает удар головой. А это запрещено. Рефери об этом говорит. И вот уже попытка со стороны Маслова выйти на треугольник. Так, сбрасывает Айк. Захват. Попытался сейчас Маслов достать снизу. Но не получается. Айк пытается сбросить соперника с себя. Но Маслов очень здорово удерживал руки. Айку удалось достать дважды ударом справа. И тут же с корпуса на голову переводит Казарян. Еще одна попытка от Сергея Маслова выйти на болевой. Казарян освобождается от захвата. Но по-прежнему Маслов удерживает руки. Чтобы Казарян не мог наносить удары. И вот Казарян подключает колено. В тяжелом положении Маслов находится. Кстати, не будем забывать, что его девушка, которая тоже работает здесь. На арене работает она фотографом. И я думаю, что переживает вместе с ним. Сейчас вот эти моменты тяжелые для Маслова. Казарян продолжает нагружать в партере. Но освободиться у него так и не получается. По крайней мере, пока висит очень здорово Маслов на сопернике. Как удав приклеился. И не дает, не дает работать. Казарян освободился. Пропустил, правда, удар. И вот забирает он сейчас спину. Пытается стянуть в партер. Минута до конца. Это только первый раунд. Только первый раунд. Снова попытка выбраться. И вот сбрасывает, сбрасывает захват Маслов. Зафиксировался на спине. Сейчас надо Маслову попытаться провести прием. Можно это сделать за 30 секунд до конца, если взять захват. Другое дело, нужно ли это Маслову сейчас делать. Но вообще момент неплохой. Для этого разворачивается, однако, Казарян. И снова он сверху. Первый раунд пока остается за Айком Казаряном. За счет контроля. За счет контроля в партере. Пропускает Казарян снизу. Раунд завершен. Раунд завершен. Очень интересное противостояние. Но первый раунд остается за Айком Казаряном. Маслову нужно оставаться в стойке. Смотрим количество ударов. У Казаряна 12, у Маслова 6. Раунд завершен. Пропускает Казаря. Раунд завершена. Секундантная просьба покинуть пределы клетки и пальцом в ногу. Второй раунд. Айк Казарян снова идет в атаку. Сергей Маслов держится на дистанции. Начинает сближаться. Хороший лоу. Подсек ногу Казаряна Маслов. И снова занимает центр. Но уже не так опрометчиво идет вперед. Пропускает удар справа. Еще одна атака от Казаряна справа. Маслов тоже ответил таким же ударом. Страсти накаляются. Рассечения есть у Маслова. Обмен. Фронткик от Маслова. Джеб от Казаряна. Попытался Маслов пойти вперед. Достать ударом справа не получилось. Казарян тот же занимает центр. Идет вперед. И боковой выбрасывает удар. Очень здорово. Причем в область рассечения. Еще одна попытка достать боковым. Я думаю, что Казаряна рано или поздно снова попытается перевести в партер. Маслова удар справа. Встречает Казаряна здорово. Пока Маслов ничего не может сделать в этом поединке. Пока у него не получается. Джеб от Казаряна. Еще одна попытка достать Джебом. Ну и вот. Маслов включает апперкот. Безрезультатно. Неплохая комбинация от Маслова. Но остановился. Остановился. А можно было попытаться поработать дальше. Джеб от Казаряна. Тут же лоу-кик. И тут же хай-кик. Достает апперкотом вскользь. И удар справа от Маслова. Ой, хороший боковой удар заходит у Маслова. Еще один обмен в самом центре. Но Казаряна выбирается. Пока Казаряна, мы видим, работает в стойке. И не пытается переводить. Как это было в первом раунде. А возможно, стоило бы. Но и при этом мы видим, что у Маслова не все получается в стойке. Хотя поединок выровнялся. Джеб от Казаряна. Боковой удар тоже заходит у Казаряна. Маслов попытался ответить ударом с колена. Снова в центре. Пропускает лоу-кик Казаряна. Маслов сближается, но без ударов. Меняет стойки Маслов. С целью запутать соперника и нанести удар ногой до цели. И вот перевод в партер последовал от Казаряна. за 50 секунд до конца второго раунда. Пока снова Маслов держит захват, Казарян просто контролирует позицию. Послушал секундантов. Подключает колено Казаряна. И вот Маслов был близок к тому, чтобы провести, попытаться сабмишин, но не вышло. Раунд близок к завершению. Давайте надеемся на энергии и на все эмоции. Закончился второй раунд. Ну что ж, друзья, если первый раунд точно забрал Айк Казарян, то второй уже не все так однозначно. Да, мы увидели, что в стойке Сергей Маслов смотрелся получше, но в концовке пропустил тейкдаун. Давайте смотреть, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Секундантов просьба покинуть пределы клетки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готов? Готов? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так финальный раунд. Сергей Маслов против Айка Казаряна. Поединок возобновляется в центре. Сергей Маслов в перчатках с синей трейпировкой, и Айк Казаряна в перчатках с красной. Маслов идет в атаку. Он понимает, что третий раунд нужно забирать. И нокаут! Нет, это не нокаут. Это пока просто перевод. Но удар был очень хороший. Какой был удар у Сергея Маслова. И причем головой Айк Казаряна упал так и стукнулся так, как Анвас, что казалось, что это глухой нокаут. Сейчас, я думаю, что Сергею Маслову стоит дать рефери возможность поднять соперника, чтобы продолжить бой в стойке, потому что сейчас, конечно, Казарян восстанавливается. И так бой продолжается. Страсти накалились просто до предела. Бросается в ноги. Айк Казарян Подключает колено. Есть удар. Пытается сейчас Сергей Маслов освободиться. Работа у сетки. Подключает колено. Но как раз-таки вот это время выждал Айк Казарян, чтобы восстановиться. И удар с разворота наносит до цели. Спиннинг-бэк-кик. Промахивается Айк Казарян и атакует сейчас лоу-киком. Вот Сергей Маслов немножко остановился. А мой взгляд зря. Нужно идти вперед. Перевод в партер. Атайка Казаряна все-таки состоялся. И в первом и во втором раунде он мог удерживать там соперника на протяжении всего времени. Стоило только перевести. Посмотрим, как будет сейчас. Сбрасывает захват. Айк Казарян пытается Сергей Маслов его поймать на прием. Но Айка просто так не проведешь. Подключает локоть Сергей Маслов. Удар наносит Айк Казарян локтем. Нужно сейчас Сергею Маслову попытаться оттолкнуть соперника от себя и вернуться в стойку. Удар был очень хороший, но нужно продолжать. Айк Казарян снова прорывается в партер. Снова наносит удары сверху. И вот хороший момент вытянуть, попытаться руку нет, не получается у Сергея Маслова. Там и можно было на умоплату выйти. Попытаться, во всяком случае, если изменить позицию. Аплодисменты 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 по-прежнему Айк Казарян работает сверху. Ну и вот очередная попытка Сергея Маслова забросить ноги минута до конца. подключает, подключает сейчас колено Айк Казарян и удар справа. Попытался донести до цели, но вот чем отвечает Сергей Маслов. Очень тяжелый бой для обоих бойцов. Но Айк Казарян сейчас третий раунд забирает. Несмотря на пропущенный удар. Именно за счет контроля в партере. Тотального контроля. 10 секунд. Пытается освободиться Айк Казарян. бой завершен. Поблагодарите бойцов. Ну что ж, этот поединок завершен. Я думаю, что Айк Казарян сделал достаточно для победы. Контроль в партере. Неплохая работа в стойке, но пропущенный удар. Смотрим количество ударов. На 6 всего лишь опередил Айк Казарян своего соперника. Посмотрим, что скажут судьи. Я думаю, что за счет перевода в партер первый и третий раунд забрал Айк Казарян. Второй мог остаться за Сергеем Масковым. Айк Казарян. Масковым. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, уважаемая публика, суглавный поединок сегодняшнего вечера. После трех раундов смешанных боевых искусств судейские записки выглядят следующим образом. Судья Ивенский, 27-30. Судья Авакян, 28-29. Судья Ашугян, 28-30. Единогласным решением судейской бригады в пользу победителя Ай Казарян! Ну что ж, поздравляем Айка Казаряна с заслуженной, бесспорно, победой в этой схватке. Тяжелый бой для Сергея Маслова. Давайте еще раз поаплодируем Сергею Маслову поединок. Давайте аплодируем Сергею Маслову за это великолепное... Он великолепно сражался. Шелк очень серьезной цели, но сегодня... Сегодня сильнее оказался, и давайте аплодируем нашему победителю Айк Казарян! Айк, приветствую, как ощущения? Все отлично, приветствую всех. Спасибо огромное, кто болел за меня, кто пришел, смотрит, поддерживает нас. Эту победу я посвящаю своему армянскому народу, нашим героям. Хочу огромное спасибо сказать моим тренерам Армен Гулян, Геворг, Спартак, мой брат, все-все, кто поддерживает Иванова, клуб «Львиное сердце», «Мелантим», «Голден Файтер». Спасибо огромное всем. Моим братьям Эрик, Сурен, Арнспорт Иванова, которые поддерживают нас. Спасибо. Айк, это был потрясающий поединок. Что ты скажешь по поводу своего соперника, Сергея Маслова? Вы оба показали зубодоробительное сражение, просто побоище. Инициатива переходила от одного к другому. Были моменты у Сергея, были моменты у тебя. Что ты скажешь по поводу Сергея? Сергей очень хороший, как вы видели, очень опасный соперник. Я не ожидал, в принципе, я ждал, что могу пропустить удар, что он опасный в стойке. Но я старался действовать очень, так сказать, тактично и грамотно. Тренерская работа. Но все-таки одним ударом он меня зацепил. Да. Да, во втором раунде. Но я смог переломить этот поединок. Сергею только уважение, хороший соперник. Спасибо ему за бой. Ай, ну, получается так, что ты сегодня начинаешь у нас победную серию, в ММА серии. Мы с огромным удовольствием пригласим тебя, естественно, продолжить эту серию у нас. И я думаю, что и Армен Гулян нас, надеюсь, поддержит в этом нашем решении. Будем рады тебя видеть на ММА серии. Поздравляем тебя еще раз с победой. Всего тебе самого наилучшего. Дайте мне пояс. Спасибо. Две победы нужно одержать еще. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok